Здравствуйте! В эфире программа «Дело. Номер». Как всегда в начале новой недели все о криминальных событиях и самых громких судебных процессах недели минувшей. В совершении особо тяжкого преступления обвиняется житель Рудного. По версии следствия, из-за него его же внуки остались без отца. Сам подсудимый вину в совершении преступления не признает. В уголовном спецсуде Кустанайской области начали рассматривать дело 59-летнего жителя Рудного Жамарта Жаразбаева. Согласно материалам дела, вечером 6 апреля этого года, накануне трагических событий, он вместе с супругой и дочерью Куаны Жбетхиддиновой, которая проживала с семьей в Кустанае, пошли на свадьбу в один из рудинских ресторанов. Примерно через час после полуночи дочь сама отправилась в родительский дом. Она вошла в двор дома и увидела, что в входной двери в дом был сорван замок. Войдя в дом в кухонной комнате, находился и супруг Батхиддинов Арман Боржанович, 12 октября 1995 года рождения, который был в состоянии алкогольного пьянения и употреблял спиртное пиво. Далее Батхиддинов на почве ревности стал наносить телесные повреждения своей супруги Батхиддиновой, и у них произошел конфликт. Батхиддинова по телефону сообщила об избиении матери. Та отправила на защиту дочери мужа. Мужчина пошел со свадьбы домой и там зашел в кухню, где сидела его зять. Молодой человек, согласно материалам дела, бросился на тесте с ножом, и они начали драться сначала в помещении, потом переместились во двор, где умысел на совершение убийства возник уже марта. Он взял для этого из кухни нож. От полученных телесных повреждений, в том числе ранений в легкой и в сердце, зять скончался на месте. Жаразбаева арестовали. Сейчас ему предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства. Вину признаете? Не признаю. Не признаете? Полностью не признаете? Полностью. Полностью не признаю. Хорошо. Для выяснения позиции по судимому есть вопросы у сторон прокурора у вас? Пока не имею у нас. По типу ошибок? Нет. Нет. До задержания Жамар Жаразбаев судимости не имел. Работал водителем в одном из местных предприятий. Кроме троих взрослых детей, у него есть еще один несовершеннолетний. У его дочери, от ныне покойного Армана Батхиддинова, осталось двое детей. На процессе начался допрос свидетелей. В совершении особо тяжкого преступления обвиняются трое братьев. Они все проживали в одном селе, в пригороде Рудного, и там же, будучи нетрезвыми, избили случайно встретившегося им человека. От полученных травм пострадавший скончался. Братья преступным путем еще и завладели его имуществом, что также вменяется им в вину. Преступление, в совершении которого обвиняются трое жителей села Береговое Тарановского района, было совершено 6 мая этого года. На скобе подсудимых оказались три родственника. Братья 27-летний Александр Мунихов, 25-летний Руслан Аксакалов и Николай Ратушный, которому на днях исполнилось 19 лет. В течение того дня, согласно версии обвинения, каждый из них в различных компаниях употреблял спиртные напитки, блуждая по селу. Вечером их пути пересеклись возле одного из сельских магазинов, куда многие жители пришли за спиртным. Ратушный в компании односельчанина встретил незнакомого человека, у которого была в руках бутылка пива. Молодой человек, как сказано в деле, попросил пива, получил грубый отказ и предложил отказавшему отойти для выяснения отношений. Спустя 20 минут Муниха, выбежав на пересечении улиц Московская Рубочая, увидев, что между Ратушным и потерпевшим вораом началась драка. Ратушный и Ворава стояли в стойке, сжав кулаки, смотря друг на друга, все происходящее видел Аксакалов. После чего в целях реализации преступного умысла Муниха в состоянии алкогольного пьянения подбежал к Ворава, нанес один удар правой кулаком руки в область челюсти Ворава. Также нанес один удар правой руки в область груди и снова нанес один удар ногой в область груди. Мужчина упал, Ратушный и Муниха продолжили его избивать. К ним присоединился и Аксакалов. Ударов руками и ногами по голове и телу лежащего ими тремя было нанесено множество. После окончания нанесения ударов потерпевшему, Ратушный Аксакалов в цели сокрытия следов, взяв под руки Ворава, находившийся без сознания, оттащили его от места избиения через дорогу в парк, положив возле недостроенного здания. В дальнейшем Ратушный Муниха и Аксакалов направили к себе домой. Во время ухода с места оставления Ворава Ратушный передал поищенный телефон Муниха. Избитый троица человек скончался. Причиной его смерти, согласно проведенной медицинской экспертизе, стал травматический шок от ушибов головного мозга, многочисленных переломов ребер, повреждения печени. Всем подсудимым предъявлено обвинение в совершении убийства в группе лиц. Ратушный обвиняется также в краже. Муниха в приобретении краденого. Ратушный также заявил о том, что не хотел убивать человека. Он признал вину только в краже мобильного телефона. С ответами на вопросы участников суда у самого молодого из подсудимых наблюдаются проблемы. Как утверждают его братья, после заключения под стражу у него произошло расстройство психики. Потерпевшие для возмещения морального вреда предъявили каждому из подсудимых гражданский иск на 2 миллиона тенге. Апелляцию по делу об изнасиловании в поезде подали кустанайские транспортные прокуроры. Они намерены добиваться более строгого наказания для осужденных проводников. Напомним, кустанайским судом номер 2 был вынесен приговор за изнасилование двум жителям Октабе. Преступление было совершено на территории Кустанайской области, движущейся из столицы на запад Казахстана поезде Тальга, проводниками которого и были осуждены Калканат Курманиязов и Житес Умбиталиев. Согласно обвинению, ночью один из проводников своим ключом открыл купе, в котором ехала только одна пассажирка, и воспользовавшись тем, что она спала, изнасиловал ее. После этого он ушел, но к замерзшей от шока женщине вошел второй мужчина и также надругался над ней. Проводникам были предъявлены обвинения в совершении изнасилования в группе лиц без предварительного сговора. Однако в суде признаки группового действия из квалификации преступления были исключены. Суд назначил Курманиязову и Умбиталиеву по два года шесть месяцев лишения свободы. Их взяли под стражу в зале суда. Как сообщил главный транспортный прокурор Казахстана Ернад Сыбанкулов, приговор был изучен сотрудниками надзорного ведомства, после чего в суд направлено апелляционное ходатайство об изменении судебного решения и применение в отношении осужденных более строгого наказания. Вскоре жалоба должна поступить в Кустанайский областной суд. Огнестрельное ранение получил в Кустанай человек, пытаясь скрыться с места совершения преступления. В него выстрелил сотрудник охранной фирмы вместе с коллегами, первым прибывший по сигналу о совершении изнасилования. Теперь уголовные дела возбуждены и в отношении подозреваемого в насилии, и в отношении того, кто пресек преступные действия. Почему так произошло, пояснили в полицейском департаменте региона. Преступление было совершено на территории детского сада по улице Мангильды в Кустанай в июне этого года. Для выяснения обстоятельств той ночи возбуждено сразу два уголовных дела. Как рассказали нам в департаменте полиции области, сторож дошкольного учреждения услышал на территории женские крики о помощи и нажал на тревожную кнопку. Первыми по вызову к садику прибыли трое сотрудников одной из охранных фирм, которые пошли на крик и увидели, что трое мужчин насилуют девушку. Насильники, увидев охранников, бросились бежать. Двое, которые удерживали жертву в одну сторону, третий в другую. Охранники при преследовании злоумышленников также разделились. И вот он его догоняет через время. Я ему когда подошел, кричал, матерился. И в один момент я заметил, что когда он повернулся к нему, в руке что-то блеснуло, я подумал, скорее всего, нож, потому что обычно ножами ходят. И один выстрел произвел воздух, второй выстрел в его направлении. Не целился, и оно у него задело, на рубинке задели бушную полость. Стрелял охранник из полуавтоматического карабина «Сайга». Патроны были снаряжены дробью восьмеркой, которую используют для охоты на птиц. Как позже выяснится, две дробинки пробили кишечник подозреваемого. Охранник вызвал скорую помощь, дождался полицию. Раненого прооперировали. Задержать удалось всех участников изнасилования. В отношении них возбуждено уголовное дело. Они дали подписку о невыезде. Как и стрелявший охранник, в отношении которого дело возбудили тоже. Закон предусматривает в каждом случае применение оружия проводить проверки законности совершенных действий. В рамках возбужденного уголовного дела по ст. 252 УК Республики Казахстан, при решении полномочий служащими охранных служб, проводятся все необходимые следственные действия, после чего будут приняты окончательные процессуальные решения. Мы обязаны проверить все обстоятельства происшествия. Направление дела охранника в суд – это не единственное решение, которое может быть принято по результатам расследования, отметил Нурлан Арыстанов. Следственная процедура обязательно проводится и при каждом случае, когда стрелять начинают полицейские. Лица, имеющие право применять огнестрельное оружие, всегда наделяются ей повышенной степенью ответственности. Когда сотрудник решает применить оружие, он основывается на собственной оценке обстановки на месте и степени угрозы, исходящей от подозреваемого лица. Какова она была в реальности, мы и должны в рамках расследования уголовного дела проверить. По словам начальника следственного управления, сам человек, за которым гнался охранник, признался, что не смог оторваться от преследователя и поднял с земли металлический уголок. Из двух месяцев, отведенных на расследование дела охранника, один уже прошел. Впрочем, полицейские могут окончить его и раньше отведенного законом срока. На сегодня это все. В следующий раз смотрите нас в телевизионном эфире в следующий понедельник. А эту программу и ее отдельные материалы в любое время на канале АЛАУ Ютуб. И подписывайтесь на аккаунт программы в Инстаграм. До свидания. Пусть все у вас будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok